МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День села в этом году для жителей небольшой деревни стал настоящим праздником. Так много гостей в этих краях давно не видели. В заря у Стебаканского района, одно из малых сел Хакасии, ощутило перемены. В деревне, где воду брали из местного пруда, пробили колонки. У кого не было скважин, пробурили и всем воду дали. Мы взбрали на анализ, отчитали, что вода хорошая для питья, она пригодна. Наши жители очень довольны этим, потому что у нас все упирается в огороды, в полив. Пока не было воды, вот с озера, вот сами видите, вот озеро рядом, люди возили флягами, поливали. Кроме этого, заасфальтировали улицу, на столбах появились фонари. А через несколько месяцев откроется и новый клуб. По программе сохранения и развития «Азарю» курирует Министерство культуры. Бездорожье, куча грязи, лужи, все такое прочее. Как-то совсем некомфортно было, когда уже асфальт есть, забитый скважин, и строится социокультурный центр. Кажется, уже и жизнь наладилась. Уже настроение и у сельчан другое, и у нас оно абсолютно другое. Об этой деревне, несмотря на ее близость к столице Хакасии, мало кто знает. Ведь вся «Заря» – это несколько домов 13 километров от поселка Тепличный. Не знают сюда дороги и рейсовые автобусы. Единственный маршрут – школьный. Кто-то ездит, ну а работы никакой нет. И куда-то устроиться на работу, у нас даже выезда нет. То есть, если своего транспорта нет, значит, мы никуда не можем, нигде работать. Свободное от домашних забот время сельчане не привыкли тратить впустую. Потому в деревне не забыты и народные ремесла. В «Заре» живут 24 семьи, в основном пенсионеры. Привлечь молодежь пока нечем. Расширяться не получается. Все земли вокруг владения института аграрных проблем. Сегодня республиканская власть пытается договориться и забрать участки под жилое строительство. Здесь будут выраздаваться около двух с половиной тысяч земельных участков. И, конечно, это значит строительство, это значит дерево, металл, это краска, это выполнение всяческих работ, это магазины и базы, которые будут продавать здесь строительные материалы. Земли нужны животноводам. Поля вокруг пустуют, в то время как фермерские хозяйства вынуждены тесниться. В «Заре» фермер пока один, да и тот не торопится увеличивать поголовье, пока не решится вопрос с землей. Здесь много плюсов. Рядом город, продукции вывозят, рядом поля, земли есть, бурья нам растут. А выгонять, ну, это проблема. А сейчас как справляются? Где пасет? Ну, тут все равно по каулкам, туда-сюда. Честно, на свой страх и риск там пасем и на их землях. А если они же тоже могут сказать, аренду платить. Вернуться в село такой вариант не исключает и молодежь. Те, кто уехал из «Зари», сначала учиться, а затем и жить. Костя приезжает каждый выходной. Все равно тянет. Говорят, что расширяться будет деревня. Подумаем, время покажет, переедем. Планы у села есть и на местный водоем, на заливной пруд. Хоть сегодня готовы зайти разводчики рыбы. В режиме ожидания уже 12 заявлений от предпринимателей. Но проблема та же – земля в госсобственности. Республика ждет ответ, передадут ли регионы участки. А вот жители Алла Аев, мы про него уже рассказывали в одном из выпусков программы, сегодня в прямом смысле собирают урожай республиканской программы. Александр Чернов – один из немногих в деревне выращивает картофель. Остальные жители давно бросили рискованное земледелие. Алла Аев окружают степи, постоянные ветра и галечник не дают хорошего урожая. Да и воду в деревне совсем недавно брали из реки. Не до полива. Прошлый наш приезд, а это было в начале мая, жителям пробивали колонки в рамках программы сохранения и развития малых сел Хакасии. Сегодня Александр Чернов собирает первый урожай, который удивил даже самого огородника. Ну, нынешний год вообще картошка. Это замечательное. Четыре куста и ведро. Вот я даже удивился. У меня не было такого. Эта штука поливал. Ну, и те годы я с речки поливал. Гидрельный насос. А это сейчас-то, ну, мне было трудно таскать эти шланги. Отремонтировали в деревне и старую школу. Покрыли крышу, заменили окна и обновили фасад. В центре села сделали площадку для отдыха. Сейчас ровняют дороги. Все это время курирует село Министерство образования Хакасии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok